Вы знаете, вот когда мама как-то вот была у меня, она, значит, я подсмотрела, значит, она стоит перед зеркалом, снимает макияж, да, вечером, смотрится на себя, значит, смотрит в зеркало и говорит, макияж-то сняла, а красота осталась. Да, я помню. Ничего себе. Здравствуйте. 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 Сегодня в своем видео мы ответим на один из самых часто задаваемых вопросов. Я почему-то выбрала тот, который звучит именно вот так. И задала его, кстати, Лариса Арнольдова. Я прошу прощения, если я неправильно записала имя-фамилию, но тем не менее. Значит, она пишет. Мне интересно узнать ваш распорядок дня, чем вы занимаетесь в течение дня, какие ваши обязанности по дому, как справляетесь с уборкой по дому и ваш совет, как не увязывать к домашнему быту. Она вышла на пенсию. То есть она пенсионерка, да? Да. Она вышла на пенсию. Много свободного времени, поэтому она просит вот поделиться. Живёт в Самарской области, город Сызрань. Ну, на этот вопрос, конечно, ответит мама. И давай, знаешь, давай вот ты начнёшь с самого начала, да? То есть как начинается твой день? Ну, понятно, что с утра. То есть мама сейчас расскажет о своих утренних ритуалах. Ну, хорошо. Мой день начинается по-разному. То есть с утра. Если лето, то я просыпаюсь где-то пять, могу пол шестого, в шесть проснуться, да? То есть как засветало, да? Как засветало, да. И я просыпаюсь, стою. А если это зима, вот как сейчас, то где-то, может быть, с пол седьмого, в семь. Ну, до восьми я очень редко сплю. Да, точно. Ну что, вот я проснулась утром, допустим, в семь часов. Да. Привела себя в порядок. Это обязательно. Обязательно. Вот это как раз это не ритуал. Да, я, ну, после душа выхожу к себе, значит, в комнатку свою и начинаю приводить себя в порядок. То есть у меня обязательно макияж, там, да, всё, волосы обязательно укладываю хорошо. Несмотря на то, что я дома или куда-то я собираюсь, я всегда в отличном препарате. Препарате, да. Даже я перебью. Значит, в самом начале, вот как только мама с кем-то поженились, да, ну, 10 лет назад, считай, значит, я звоню им по скайпу. Смотрю, мама такая вся нарядная сидит, да, то есть как бы у них утро, да. Я звоню и смотрю, мама вся из себя нарядная. Я говорю, ой, я говорю, такое, ну, как бы утро, да. Я говорю, вы куда-то собрались? Она, нет. Я такая вот по дому хожу. То есть это у неё всегда, да. Да, это всегда у меня, то есть я слежу с собой. Конечно. Затем я выпиваю чашку чая, а потом вот уже начинаются мои ритуалы, как-то не скажешь, да. Ритуалы – это мои аффирмации. Которые, утренние аффирмации, вечерние аффирмации, которые я читаю обязательно каждый день. Ну, опять перебью, но вы знаете, что аффирмации – это такие позитивные утверждения или установки, которые помогают нам справляться с чем-то, либо они просто поднимают настроение нам, да, и вообще как бы, ну… Веришь, когда вот читаешь их, то веришь. И они становятся нормой жизни. Да, нормой жизни. Да. И когда вот я читаю, я верю, что мне вот лучше становится, что у меня гостей больше, да, прибавляется, что у меня друзей прибавляется. Кошелёк пополняется, да. Кошелёк пополняется, да, почему бы и нет, путешествия больше, как-то вот, как-то получается, что у меня всё хорошо. Всё работает, да. Ну, вот у тебя же, вот покажи свои книжечки. Ну, вот у меня есть вот такая вот книжечка, вот где у меня все собраны, все-все-все мои аффирмации собраны здесь, да. То есть вот они у меня подразделяются, как бы, ну, я не знаю, по сферам жизни, допустим, для себя, для здоровья, для любви. Да, для привлечения денег, да. Ну, как же. Да. Ну, вот такие вот. И, естественно, я не все, конечно, но я могу и все прочитать. По настроению. По настроению, да. Вот эта вот книжечка, она рассчитана здесь. С российским гербом, что ли? Да, с российским гербом. Я её всегда с собой вожу. И даже вот когда мы отдыхали, отдыхали в Египте, ко мне подошла девушка и говорит, стала говорить со мной на русском. Она говорит, я узнала герб российский и поэтому с тобой заговорила по-русски. Вот здесь вот у меня все аффирмации. Но некоторые я читаю вот в интернете, например, да, или же в инстаграме. И если они мне нравятся, я их записываю. То есть пополняю каждый раз, да. Каждый раз пополняю. У тебя есть своя любимая, да, естественно? Да. Ну вот прости что-нибудь, потому что... Про деньги? Ну подожди, вот ещё один такой был вопрос, тоже несколько девочек его задавали. Значит, какими аффирмациями мама пользуется и пусть она почитает. И вот как бы просили нас сделать видео об этом. Поэтому вот ты выбери свои любимые, да, и вот по нескольким сферам, например, да. И вот скажи, какие именно? Ну вот каждое утро, когда я просыпаюсь, и каждый вечер, когда я ложусь спать, я читаю одну и ту же аффирмацию. Это стишок такой? Да, это «Призы к фортуне». «Призы к фортуне» называется. Он как маленький такой стишок. «Прими, богиня, наш призыв, пусть каждому сияет солнце. Сокровищ радостный порыв на нас золотым дождём прольётся. И те сердца, чтобы не сон, во всей вселенной в ритме бьются. Богатств достигнут и высот, и ангелов душой коснутся». Ну вот я читаю его перед сном, этот стишок, и утром, когда просыпаюсь. Ну у меня есть и другие, допустим, например. Например, да. «Я окружена баснословными богатствами вселенной, да. Я свободно получаю и отдаю деньги, да». Отличная информация. «Я люблю и одобряю себя», например. «Я нахожу всё больше радости в каждом дне своей жизни, да. Я упиваюсь каждой минутой своей жизни, да. Я привлекаю свои лучшие качества в работе. Деньги – мои верные друзья. Деньги, денежки, деньжата. «Приходите, я вам рада, обласкаю, обниму и в карман к себе кладу». «Ничего себе, ты сама что-то придумала». А у меня ещё есть одно такое маленькое стихотворение. «Я знаю, деньги, сбившись в кучу, бегут за мной, как ураган, и догоняют, нападают, и нагло лезут мне в карман». «Вот я это повторяю каждый день, да. Нет, это я не сама придумала. Это я уже не помню, не помню, откуда я выписала, но они и так мне нравятся. И я вот куда бы ни иду, да, я всегда их повторяю. Почему-то они прям мне нравятся. Они как такой весёлый настрой, да. Ну, допустим, я посылаю добро в мир и получаю добро в ответ, да. Это вот очень хорошая такая аффирмация. Да. В каждом моём желании уже заложен механизм для его исполнения, да. Все мои мечты сбываются, все мои желания исполняются, а все мои идеи притворяются. Вот это я повторяю только каждый день. Потому что у меня желаний очень много. И у меня для этого есть вот такая вот книжечка желаний. Другая книжечка. Другая книжечка. Но эта книжечка желаний, вы видите, она какая красивая. Конечно. Поэтому вот и желания сюда записываются такие, ну... Самые сокровенные. Самые сокровенные, которые потом, может быть, исполняются, а может быть, нет. Если они исполняются, я их кросс. Да. И пишу, благодарю Вселенной за исполнение моего желания, да. Да. А если нет, значит, я вас и это желание оставляю. Может быть, оно исполнится... Через какое-то время, да. Через какое-то время, да. А может быть, ты же, как бы... А может быть, с течением времени тебе уже не нужно будет это желание. А может быть, и не нужно, да. Ну, эта книжечка у меня ещё, конечно, не полностью закончена. Я сюда вписываю каждый раз. Ну, может быть, один раз в месяц или один раз в два месяца. Поэтому вот она продолжается у меня, продолжается и продолжается. Ну, вообще-то я человек очень организованный, да. И, естественно, я составляю план на год. У меня есть вот специально такая вот большая книжка. Ну, она как цитрать такая, да. И у меня ещё есть вот такая вот. Для больших планов. Для больших планов. Большие книги. Большие книги. Вот. Я записываю туда план на... Вот, например, я записывала план на 2018 год. Да. То есть, итоги 2018 года и план на 2019 год. И сюда же вот я буду вписывать уже план на 2020 год и итоги 2019 года. Ну, может быть, что-то у меня не исполнилось. Ну, понятное дело. В 2019 году. То я могу переписать это на 2020 год, да, на последующий год. Но помимо этого я ещё пишу на каждый месяц план. Потому что вот в эту книжечку вы не будете заглядывать каждый раз, там, каждую минуту, да. А вот на месяц у меня специально есть тетрадочка, куда я тоже записываю на месяц. А потом блокнотик у меня есть, где я записываю на каждый день. Ну, я тоже. У меня просто перекиднуть так вот блокнотик. И потом я просто те листочки, это самое, отрываю и выбрасываю. На каждый день. То есть, вот если лето, я, значит, туда вписываю, что мне нужно сделать в саду, какие цветы пересадить, там, да. Куда-то там, может быть, съездить, что-то, может быть, купить, что-то посмотреть. Ну, вот всё это я записываю в свою тетрадочку. Ну, смотри, ты же это делаешь каждый день, вот это вот, да? Это я делаю каждый день. Хорошо. Даже вот в таком положении, когда я сейчас не очень подвижна, да, и то ты же видишь, я записываю каждый день, да. Да, да, конечно, конечно. Ну, это как бы уже как образ жизни, да? Ну, да, как образ жизни, да. Да, да, да. Это неотъемлемая твоя часть получается. Ну, вот аффирмации, это обязательно я делаю, читаю каждый день. Ну, естественно, даже вот я после того, как я прочитаю аффирмации дома, допустим, да, посижу там с книжечкой, я иду обязательно гулять. Вот если сейчас вот такая погода, то есть зимой я гуляю где-то около двух часов, да. То есть я куда-то хожу там, гуляю, гуляю, беру с собой какую-нибудь книгу. Ну, или это будет аффирмация. Или английский язык. Или английский язык, да. Скажи теперь вот что. Какие обязанности по дому? Ну, как бы ты уже сказала, да? Как справляетесь с уборкой по дому? С уборкой по дому? Ну, естественно, я влажную уборку делаю ежедневно. Ну, это не занимает очень большого времени. Я даже могу сделать один раз в неделю, там, отмыть, генеральную уборку сделать, допустим, в одной комнате, да. На второй неделе я могу в другой комнате сделать, потому что не сразу в один день там все комнаты убрать, да. А как-то вот так вот, ну, по времени распределить, да. Но я очень часто мою окна. Я могу их мыть даже каждый день. Я люблю, чтобы они были у меня чистые, сверкали, блестящие, да. И я очень часто их мою. Я не знаю, вот, как-то, ну, уборка у меня не занимает очень много времени. Потому что ты сама просто очень такая быстрая. Я очень быстрая, я делаю очень быстро все, да. И у меня вот где-то час-полтора у меня достаточно, у меня все будет блестеть. Я очень все это делаю быстро. Да, да. Ну, что-нибудь приготовлю поесть, может быть, а может быть и нет. Смотря на то, что если, допустим, Кент дома, он скажет, да не готовь, пойдем куда-нибудь пообедом или по ужинам, да. Я не готовлю. Так что-нибудь перекусим на перекус там, да, и все. А если он на работе, то я, конечно, готовлю, потому что он приходит с работы, ему нужно будет что-то поесть. Ну, такое я в основном могу купить что-то в магазине, разогреть в микроволновке или же в аван, в печи и все. Это очень часто я так делаю. Хотя у меня Кент, он не привередлив к еде. Он может поесть все, что угодно, да? Да, да. Вот, ну что. А вечером я, если это лето, опять-таки в саду, у нас много друзей, и почти что каждый день у нас гости в нашем саду. Почти что каждый день. Ну, зимой у нас бар закрыт, мой теорум закрыт, мое кафе закрыто, потому что все-таки это... Но приходит просто к нам сюда посидеть. Ну, может, не так часто. Да, либо бы книг. Да, может, не так часто, но... Ну, а что вот ты еще, допустим, вечером делаешь? Во-первых, я учу английский самостоятельно вечером. У меня столько много... Нет предела совершенства. Нет, нет, я записала сейчас в библиотеку. Вот сегодня мы с тобой ходили, да? Видела мою библиотеку, да. Читаю английские книги. Конечно, я, может быть, не сто процентов там все понимаю. Конечно, конечно, и я так же. Но суть, о чем там идет речь, я, конечно... Самое главное. Самое главное. Вот ты меня в прошлый раз спросил, я тебе рассказала, да? И мне достаточно это. Конечно. Вот, я читаю вот эти книги. Вы знаете, вот давайте теперь скажу, наверное, я, да? Значит, вот Лариса, она спрашивает, чем можно заняться? Совет, как мне увязнуть в быту? Вы знаете, вот я, например, хочу сказать про себя. Ну, я же тоже вот сижу, допустим, дома, да? Да. Я, например, раз в месяц или даже два раза в месяц, я так, как это называется, расчищаю, расслабляю пространство. А, ну я тоже. Начинаю вот эту вот генеральную уборку, да? Просматриваю то, что мне там не нужно. Я все это либо выбрасываю, либо отдаю, ну, если вещи в хорошем состоянии, да. Отдаю в черете. То есть на, значит, магазины. Нам приносят вот такие большие мешки. Но у меня это будет следующее видео по благотворительности. Вот. То есть я расчищаю вот это пространство. Все пересматривают свои вещи. И пересматривают также свою посуду. Если какие-то есть сколы там или трещины, да, я все это выбрасываю. То есть мне это ничего не надо. Да. Вот. Все это пересматривают. То есть если вы там расчищаете пространство вот это вот, освобождаете себя от ненужных вещей, от ненужного хлама, то уже как бы вы пускаете позитивную энергию к себе. В дом. Тебе в дом, в свою жизнь, да. Вот. Ну, если вы на пенсии, мне кажется, так много вариантов, чем можно заняться. Любимое хобби. Та же уборка, да. Если у вас нет никакого хобби, к примеру, то его, естественно, можно приобрести, да. Можно попробовать себя там чем угодно. Понятно, что, может быть, некоторые хобби очень дорогие, да. Но невозможно, допустим, пойти на какие-то курсы. Но сейчас очень много онлайн-курсов. Да. И по вязанию крючком, там, и по вышиванию, и по рисованию. Составлению цветов. Да, вот эти вот такие баны, там, букеты. Очень такое большое разнообразие, вот когда я смотрю, да. Можно посмотреть любимые фильмы. Наконец-то появилось время уделить себе любимое, да. Там, пойти в парикмахерскую, поменять прическу, сделать новую стрижку. Покраситься в другой цвет, ну, если вы не хотите там, хотя бы что-то там, да. Вот. Пройтись по магазинам, прогуляться. Но я это вот очень часто тоже делаю. Я прохожусь в магазин, даже вот, помнишь, мы с тобой ходили, даже вот я плохо ходила, но всё равно. Тем не менее, конечно. Даже ничего не покупая, но просто. Поглазеть. Поглазеть, да. Просто прошить в магазин. Пойти пройтись, да. Да. Посидеть в кафе. Да, то есть, так много, вот мне кажется, так много всего, чем можно заняться, когда у вас много свободного времени, да. То есть, можно посвятить его именно себе любимой. Понятно, что если вы сейчас на пенсии, и раньше, значит, получается, что раньше вы работали, и у вас не было столько времени, чтобы вот отдать его себе, да, а сейчас как раз вот у вас оно, оно, это пришло, это ваше время пришло, и используйте его вот именно как раз для себя. Если вы никогда не читали аффирмации, то начните их читать, вот как мама сейчас сказала, да. Если вы никогда там не вязали или там ничем не занимались, попробуйте это. Да, можно ещё, допустим, организовать какие-то девичники, да. Когда мы жили в Ульянске, мы у нас всегда было, раз в месяц у нас мы проводили с девчонками девичник. Мама, приехав сюда, приняла эту традицию, привезла её сюда и организовывала девичники здесь. А знаете, вам что хочу посоветовать? Просто нужно планировать заранее. Если вот вы запланируете и не в голове запомните, а запишите всё это, то это будет для вас лучше. Польза будет большая. И ещё один такой большой совет. Наслаждайтесь каждым прожитым днём. Улыбайтесь, улыбайтесь и улыбайтесь. Совет от мамы. Ну всё, всем до свидания, всем пока. Пока-пока.